Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Стоп машина! Почему Одесский припортовый завод прекратил работу и надолго ли? Двойное убийство и попытка теракта в Одесской области содержан подозреваемый в зверском преступлении. Дипломатические пируэты. Чем Москва ответила на решение Вашингтона выслать 35 российских дипломатов из США? Одесский припортовый остановился временно. В пресс-службе завода сообщили о том, что приняли такое решение в связи с тем, что нафтогаз не будет поставлять топливо, пока предприятие не погасит долги, которые на сегодняшний день превышают миллиард гривен. Учитывая, что Кабмин согласился реструктуризировать задолженность за два года. Дважды фонд госимущества пытался продать этот завод, но обе попытки провалились. В фонде заявили, что после остановки предприятия сотрудники не потеряют свои рабочие места, а их выплаты будут сохранены. Прекращение работы это временная мера, которая позволит остановить рост долгов перед нафтогазом. Но вот что по этому поводу думают эксперты. Там, конечно же, очень неудачная конъюнктура насчет того, что газ подорожал редко, и этот припортовый завод был выбит из конкурентной среды, так как переработка газа занимает практически 80% себестоимости производства продукции. Действительно, этот завод, к сожалению, после нового года, с первого числа января, будет переведен на двухдневку. Несколько слов о самом предприятии. Одесский припортовый производит около 7% всего аммиака и карбамида. В Европе ОПЗ завод «Монополист» по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Объемы перевалки химопродукции в 4 раза превышают производство. Это также 262 гектара территории и почти 4000 сотрудников. Подозреваемый в двойном убийстве, житель Авидиополя, задержан в Одесской области. Есть также информация о том, что он планировал теракт в Одессе по берлинскому сценарию. Все подробности этих страшных событий в нашем материале. Жители Авидиополя шокированы по данным следствия. Накануне 31-летний Дмитрий Погорелов сначала поджег дом местного налоговика, а затем отправился к его родной сестре. В этой семье он работал водителем. Там он убил 42-летнюю женщину и ее 2-летнюю дочь Тилап, обезглавил сам дом поджег. Затем сел в грузовой автомобиль и поехал в Одессу. По пути позвонил товарищу, сообщил, что хочет устроить теракт. Он высказывал намерение, что он на грузовом автомобиле, который он угнал, хочет прорваться в Одессу и осуществить наезд на большое скопление людей. Подъездные пути полиция тут же перекрыла. Дмитрий бросил грузовик в полях и подался в бега. На поиск подозреваемого были брошены силы полиции, нацгвардии, погранслужбы, СБУ. По одной из версий беглец отправился в курортную Грибовку. Куда ему бежать? Тут есть куда спрятаться. Базы пустые. Вот так одну за одной силовики проверяли базы отдыха, частный сектор, лесопосадки. К ним присоединились местные жители и активисты. Район поисков растянулся на десятки километров. Это Грибовка, базы, поля. Это район Санжейки и туда дальше, в сторону Затоки. Около двух часов дня подозреваемого наконец нашли неподалеку от села Раксаланы. Его задержали бойцы нацгвардии. Был весь ободрый, где-то спал в кустах каких-то. Куртка все ободрая. Сопротивление никого не существует. В райделе Дмитрий подтвердил, что хотел устроить теракт. Сказал, что пошел на убийство осознанно, но мотивы не озвучивает соседи. Между тем говорят, вчера же, еще до трагедии, Дмитрий сильно избил одного из местных жителей. Он сказал, Саша, что ты мне тоже в списке. Мы никогда на нем не подумали плохого, что-то спокойное, хорошее. Семья есть, жена есть, ребенок есть. Теперь задержанному грозит пожизненное заключение, но сначала, скорее всего, психиатрическая экспертиза. Что касается семьи, где погибла женщина и ребенок, там с журналистами не общаются, на месте преступления продолжаются следственные действия. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. И сегодня утром полицейские были вынуждены открыть огонь по 46-летнему мужчине в Хмельницком. Что произошло там, расскажут наши корреспонденты. События в Хмельницком напоминали сценарий голливудского боевика. Мужчина, разгуливая по центральной части города, буквально бросался на людей и угрожал им металлическим предметом. Свидетели вызвали патрульных. Они пытались угомонить дебошира, даже применили слезоточивый газ. Не помогло. Тогда копы открыли огонь. Но и это не подействовало. Тогда полицейские открыли огонь на поражение. Стреляли по ногам. Но вот почему-то ранения были в область живота и грудной клетки. По телефону нам это подтвердила старшая врач смены скорой. У мужчины были задеты внутренние органы. Когда медики приехали на вызов, раненый был еще жив, но по дороге в больницу умер. Как выяснилось позже, нападавшим оказался 46-летний житель Хмельницкого, ранее судимый, пациент психдиспансера. Утром он сбежал из лечебницы, ранив при этом медсестру. Уже на улице напал еще на одну женщину. Всем жертвам, в том числе случайным прохожим, угрожал металлическим шилом. Целился исключительно в лицо. Был нанесен удар. Выставлены обстеживание, сделаны снимки, обстеживание. Диагноз в ней колотая рвана рана носогубного трикотника. Где пациент взял шило, пока неизвестно. Тем временем на защиту патрульных уже встали пользователи соцсетей. Многие уверены, что те поступили правильно. Ведь неизвестно, что еще могло прийти на ум психически нездоровому человеку. Наталья Савченко, Ольга Паломарюк. Подробности телеканал Интерхмельницкий. Кто будет рассматривать дело патрульного Сергея Алиныка, решит апелляционный суд. Поскольку погоня полицейского за нарушителями проходила на территории сразу нескольких районов Киева и его окрестностей. Напомню, Алиныка подозревают в убийстве 17-летнего пассажира автомобиля БМВ. В ночь на 7 февраля 2016 года, преследуя машину, полицейский несколько раз выстрелил из стабильного оружия в автомобиль с четырьмя пассажирами. В результате чего погиб Михаил Медведев, находящийся на заднем сидении. Сегодня Голосеевский райсуд столицы продлил Алинику меру пресечения в виде личного обязательства и отстранения от должности до 27 февраля. Досудебное расследование убийства двух полицейских в Днепре практически завершено. В Главном управлении нацполиции в Днепропетровской области после новогодних праздников планируют направить это уголовное дело в суд. Все подробности узнаем от Елены Миндалюк. Убийство двоих патрульных полицейских в Днепре расследуют уже три месяца. Подозреваемый Александр Пугачев находится в следственном изоляторе. К сожалению, это вся информация, которую правоохранители рассказывают журналистам, что именно выяснили следователи. Нацполиции пока не разглашают тайна следствия. То, что я знаю, в ближайшее время материалы будут переданы в суд. Напомню, двое патрульных, Артем Кутышев и Ольга Макаренко, были убиты 25 сентября. Они остановили автомобиль за то, что водитель проехал на красный свет. После недолгих припираний с правоохранителями он открыл по патрульным огонь. Патрульный сел автомобиль для оформления постановления за нарушение правил дорожного движения. Он вбил планшет, его данные, для того, чтобы его посмотреть, пробить по базе розыск. Он увидел, что патрульный это делает, так как он находился в розыске. Парень погиб на месте, девушка умерла в больнице. Через несколько часов стрелка задержали. Им оказался бывший боец роты патрульной службы полиции особого назначения торнадо Александр Пугачев. Свою вину задержанный до сих пор не признает. Он также отказывается давать показания полиции. До конца января подозреваемый в убийстве патрульных остается в СИЗО. Дальнейшую его судьбу будет решать суд. Елена Медалюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Проживет даже на бонусы. 53 тысячи гривен только надбавок получил в прошлом месяце скандально известный начальник управления нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. Об этом говорится в отчете нацполиции, в ответе нацполиции на запрос информагентства «Украинские новины». В целом зарплата правоохранителя в прошлом месяце превысила 71 тысячу гривен. Почти половина этой суммы, а это 30 тысяч, надбавка за специфические условия службы. Еще четверть – это должностной оклад. Остальное – всевозможные надбавки за выслугу лет, за службу в условиях режимных ограничений, а еще оклад по спецзванию и, конечно же, премия. Такая зарплата у Крищенко нерекордная. В октябре было побольше – почти 78 тысяч, но его надбавки в ноябре превысили даже те, что у шефа его троина. Глава нацполиции в ноябре получил более 40 тысяч сверхоклада. Именно отставки Крищенко, я напомню, после трагедии в Княжичах, требовал генпрокурор Юрий Луценко. Столичного начальника нацполиции он назвал автором неудавшейся спецоперации. Напомню, в начале декабря под Киевом во время перестрелки погибли пятеро правоохранителей. Дело чиновницы Минагрополитики, которая погорела на взятки в 150 тысяч долларов, уже готова к суду. Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуратуры завершили досудебное расследование. Теперь ждут, когда подозреваемая и ее адвокаты ознакомятся с материалами дела. Детективы установили, что исполняющая обязанности руководителя Департамента управления госсобственностью Министерства Елена Полищук получила 150 тысяч долларов взятки от предпринимателя за помощь в ликвидации, а также в продаже имущества одного из сельхозпредприятий. Задержали ее в августе у здания Минопыка, а в ее автомобиле, собственно, деньги и нашли. Сейчас Полищук под стражей. Имущество под арестом. Чиновница грозит до 12 лет тюрьмы. Полищук свою вину отрицает. И буквально несколько часов назад очередного взяточника, задержали в Одессе. Об этом в Фейсбуке сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиас. На горячем попался замначальника Южного теруправления Минобороны. Он получил от подрядчика 350 тысяч гривен взятки. Это 3% от сметы на ремонт военных казарм. Операцию проводила нацполиция вместе с военной прокуратурой этого региона. В зоне АТО наши бойцы по-прежнему под огнем. Трое военнослужащих ранены. За минувшие сутки боевые столкновения зафиксированы в Луганской области. В целом по всей линии фронта обстрелы немного утихли, но полностью не прекращаются. Все подробности в материале. Так бывает в дни войны. Есть редкие минуты тишины. В освобожденном на минувшей неделе участке в районе Светлодарской дуги, под снегом, в окопах, наши бойцы, уставшие от двухнедельных боев, говорят искренно о том, что накопилось. Мы просто защищаем свою родину. Свою родную землю. Не страну, а именно землю. Пока мы живы, пока мы стоим на ногах, мы будем защищать свою родину. На передовой все контрактники, мотивированные бойцы. У большинства за плечами от одного до трех лет войны на Донбассе. Говорят, стоят здесь за то, чтобы у страны было будущее. Сколько он лет? 43. Нормальный возраст. Можно тут по копам лазить, для того, чтобы пацаны по 18 лет. Их беречь надо. Будущее нашей Украины. Впрочем, совсем без выстрелов не обходится. Бой произошел в районе Попасной, в Луганской области. Там враг понес потери и был отброшен. Также напряженно в районе Авдеевки. Ворожие диверсийной группы намагаются проникнуть так же. И так же, как и в Авдеевке, так и тут так. И главное, может быть, то, что Минские угоды, они не дотримуются, как раньше, так и сейчас. Меньше обстрелов стало, правда. Но тем не менее. Все равно стреляют, все равно гупают. Наши солдаты надеются, что противник даст встретить в тишине Новый год. Однако, наученные горьким опытом за три года войны, на самом деле в это не верят. И все время готовы к вражеским провокациям. Александр Пантелеймолов, Геннадий Вивденко, Иван Матринчук и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Мирного неба, победы и согласия пожелали всем бойцы Вооруженных сил Украины, которые сейчас находятся в зоне АТО в Донецкой и Луганской областях. При поддержке волонтеров они записали для украинцев видео с новогодними поздравлениями. Хочу побажать миру, злагоди, добра. Бажаю объединяться в 2017 году и стать мощными и сильными. Побольше терпения и оптимизма. Знаете, мы здесь для того, чтобы у вас была родная земля. Мирного неба. И большое спасибо всем. Небайдужим за поддержку. Когда все будет хорошо, и уже, наверное, очень скоро. Мы в это верим. Слава Украине. Очередное перемирие сорвалось в Сирии. Сегодня на всей территории региона был объявлен режим тишины, но уже утром в центральной провинции Хама возобновились бои. Об этом сообщает Сирийский центр по правам человека. Там утверждают, что некоторые исламские группировки атакуют проправительственные войска. Армия Асада вынуждена была уйти со своих позиций возле Махарда накануне Турция, Россия и Иран подписали соглашение о мирном урегулировании сирийского конфликта. Москва и Анкара выступили гарантами перемирия. А сегодня Россия подала в СовбезООН проект и резолюцию в поддержку договоренностей о перемирии и начале переговоров между Дамаском и силами оппозиции. Австрия намерена настаивать на смягчении санкций против России при условиях позитивных изменений. Об этом в интервью немецкому журнальу Лоу Дель Шпигель заявил министр иностранных дел страны Себастьян Курц. По его мнению, санкционная война не выход и уже в следующем году, напомню, Австрия будет председательствовать в ОБСЕ и делать все возможное, чтобы ослабить ограничения. А вот Барак Обама ввел санкции против первых лиц российской ФСБ и военной разведки и распорядился выслать сразу 35 российских дипломатов. Кто и когда покинет страну и как на это отреагировал Дональд Трамп? Все подробности узнаем у Дмитрия Анопченко. Закрытые ворота и барьер с надписью «Полислайн Дон Кросс». Мол, эту линию никому теперь нельзя пересекать. Так сейчас выглядит одно из зданий российского депредставительства в Бронксе. Внутри только охрана, посещать его запрещено. А вот дипломатическая дача в Мэриланде. Огромный участок земли в живописном месте. Там как раз новогоднюю вечеринку готовили. Но и эта территория теперь тоже опечатана. Работу самого российского посольства по правилам ограничить нельзя. Но 35 дипломатов получили предписание в 72 часа покинуть страну. Депортация. Событие настолько громкое, что за ним, как за реалити-шоу, вся Америка следит в прямом эфире. Видны уже грузовики для погрузки вещей. Пока нет, но внутри всю ночь пакуют чемоданы. Учитывая, что вместе с объявленными персонами Нонграда дипломатами уезжают и семьи, эвакуация масштабная. Такого не было со времен Холодной войны, когда в 86-м Рейган распорядился выслать сразу 50 человек. Узнав о новостях, сотрудники посольства ринулись за билетами, но на вылет из Вашингтона перед праздниками их действительно не взять. Все распродано. Поэтому за всеми, кто сейчас в спешке собирает вещи, из Москвы пришлют отдельный самолет. Событие беспрецедентное, ведь неписанные правила запрещают уходящему президенту идти на резкие шаги, которые осложнили бы жизнь тому, кто займет его кресло в Белом доме. Но Барак Обама поступил по-своему. Чтобы объяснить стране, почему и какие они, новые санкции, в новостях CNN даже графику нарисовали. Мол, смотрите, вот за что наказана Россия. США вводят санкции против девяти российских граждан и организаций, включая российское шпионское ведомство ФСБ и российскую военную разведку ГРУ. Обе структуры считают причастными к хакерским атакам. В этом коротком тексте суть претензий к Москве. Ведь одновременно с объявлением о расширении санкций и о вытворении дипломатов, ФБР и Министерство внутренней безопасности опубликовали совместный доклад. Согласно ему, именно российские хакеры совершали масштабные атаки и в этом году, и в прошлом. Понятно, что всех интересует реакция Дональда Трампа. Но он высказался по поводу происходящего довольно обтекаемо. Официальное заявление лишь содержит фразу «Пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это». И обещание на следующей неделе встретиться с руководством разведки. А вот его команда. Куда откровеннее? В многочисленных интервью говорят, что считают происходящее попыткой Обамы подставить Трампа. Даже те, кто симпатизирует Обаме, говорят, что он поступил так, чтобы загнать в угол нового президента. Плачевно, если главным мотивом стала политика. Но мы часто думаем, что так оно и есть. При этом на прямой вопрос ведущей, пересмотрит ли Трамп это решение Обамы, когда вступит в должность, в его штабе решили не отвечать. По-видимому, оставляя новому президенту поле для маневра. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, телеканал Интер. Чем Москва ответила на действия Соединенных Штатов и какие меры решили предпринять там? Все подробности в сюжете. В ответ на отстранение российских дипломатов в Москве заговорили о скором закрытии школы для детей сотрудников посольства США. Но почти через сутки от этой идеи отказались. А министр Лавров выступил со специальным обращением. Манеры американской администрации вполне очевидны. И в том и в другом случае дачи предполагались для того, чтобы дети в период зимних каникул на них отдыхали. Там лагеря традиционно открываются. Официальный сайт Кремля опубликовал заявление Путина. Там говорится, что произошедшее – это очередной недружественный шаг американской администрации. Сами санкции в Москве считают провокацией. В своем твиттере высказался и премьер России Медведев. Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. На выдворение 35 дипломатов из США в России поначалу решили ответить зеркально. Подготовили списки будущих персонанграта из диппредставительств в Москве и Санкт-Петербурге. Однако уже позже от этого замысла отказались. Американских дипломатов решили не высылать. И пригласили детей сотрудников дипмиссий на новогоднюю елку в Кремль. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. В Израиле госпитализировали посла России. Александру Шейну стало плохо во время обеда в ресторане. Дипломата доставили в отделение интенсивной терапии больницы Ихилов в Тель-Авиве. Коллеги Шейна сообщили о том, что состояние посла стабильное. Он чувствует себя значительно лучше. Александр Шейн один из дипломатов, который выступил против создания еврейских поселений на территории Палестины. И поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН против Израиля. Российские книги в Украину только при наличии разрешения. Президент подписал закон об ограничении доступа на рынок инострадной печатной продукции. Его в начале декабря принял парламент. Запрет этот коснется литературы антиукраинского содержания. На ввоз российских книг нужно будет получать специальное разрешение общественного совета. За исключением тех, что напечатаны в Украине. Одному человеку можно будет ввести с собой не более 10 экземпляров. И сегодня же президент встретился с сенатором Маккейном, который находится с визитом в Украине. Вместе с Маккейном к нам прибыли и его коллеги Линдси Грэм и Эмми Клобучер. Говорили они о минских соглашениях, санкциях в отношении России и конфликте на Донбассе. Петр Порошенко предложил американским гостям съездить в зону АТО. Также он поблагодарил Джона Маккейна за поддержку Украины. А еще наградил его орденом свободы. А Линдси Грэма отметил орденом Ярослава Мудрого. За последние два с половиной года мы ощущаем большую поддержку Конгресса и администрации президента США касательно борьбы с агрессией России, защиты суверенитета и территориальной целостности. И очень важно то, что в этой борьбе я как президент Украины, наше правительство, наша армия и наш народ стоят плечом к плечу с вами. Мы чувствуем вашу поддержку и ценим ваши советы. Сотрудники посольства США надели вышиванки и спели народные калятки. Американские дипломаты сняли видео, где на украинском языке они поздравляют украинцев с новогодними праздниками. Это не первая акция посольства. В прошлом году дипломаты уже исполняли на украинском известную рождественскую песню «Джинкл Вэлс». Чтобы счастливо выжили, я вам хочу поважать, чтобы добро пришло до хати. Чтобы жить и родить, чтобы росли здоровые дети. Чтобы сонечко веселое в вашу кишину усилю. Миру и добра всем! Веселый снят! Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Под честное слово, поможет ли надпись на груди искоренить взяточников на таможне? Вне зоны доступа в Бразилии найдено тело пропавшего накануне посла Греции. В Новый год с новыми корочками. Украинские военные призывники будут получать военные билеты нового образца. Соответствующий указ Петра Порошенко опубликован на официальном сайте президента и Министерства обороны. У нового удостоверения объемом в 32 страницы, твердая обложка темно-зеленого цвета, бланки для документа изготавливаются по запросу не только Минобороны, но и СБУ, а также службы внешней разведки. При этом военные билеты старого образца считаются действительными и обмену на новые не подлежат. Коммунальное неравенство. В Черкассах жильцы одного дома получают платежки с совершенно различными суммами за тепло. А все потому, что тепловой счетчик стоит только в одном подъезде. Что с этим делать, выяснял Станислав Кухарчук. Но пенсионерку Татьяну Каримову беспокоят не только прохладные батареи, но и стоимости. Обогрев трехкомнатной квартиры обходится почти в 1700 гривен. А в общем за коммуналку женщина отдает 2400. В сумме это пенсия сына и дочери, а не инвалиды. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, женщине приходится подрабатывать дворником. С ужасом на платежки за тепло смотрят жильцы четырех подъездов этой высотки. В пятом еще восемь лет назад люди сами поставили счетчик тепла. С тех пор цифры в квитанциях соседей отличаются почти в четверо. У них идет за тариф 7 гривен, у нас 26 на 7. Одному пишу одно, другому пишу те. Поясню, чего. Ну там мы считаем по гелокалории, а тут по общим остенкам. Сергей Слыненко показывает индивидуальный пункт обогрева. Здесь тоже, как и в соседнем подъезде, должен был стоять счетчик тепла. Жильцы просили установить его еще и шесть лет назад, но черкасская ТЭЦ отказала. Даже после повышения тарифов. За месяц подъезд переплачивает 32 тысячи гривен. Независимо, что это субсидия, не субсидия, все равно нараховано там 550, а у меня 1600. Это наши же гроши бюджетные, какие должны пойти людям, а не просто в карман кому. Чтобы получить комментарии энергетиков, мы поехали на ТЭЦ. Говорит, что либо на камеру директор отказался, но по телефону сообщил, устанавливать счетчик в каждом подъезде компания не собирается. Дескать, есть лимит. Есть инвестативная программа, которая отключает установление лечильника, нам субсиду, и нам затвергивала, и национальная комиссия затвергивала инвест-программу с разрабатыванием лечильника на субсидию. Впрочем, с установкой счетчика в целом на дом тоже проблема. Для этого необходима реконструкция теплосети, подведенной к дому. А это уже собственность города. Но местные власти такую радужную перспективу даже не рассматривают. Подобных высотах в Черкасах больше сотни. Это 25 миллионов. То есть это цельно вытрачать и другим людям, которые сплачут податки в местный бюджет, чтобы их деньги вытрачали сам на все. То есть я считаю, что это необходимо включать або в тариф, або реконструкцию должны проводить эти мешки. Чтобы сделать реконструкцию своими силами, жителям высотки нужно собрать минимум 250 тысяч гривен. У большинства таких денег попросту нет. Поэтому люди приняли решение, будут платить по соседскому счетчику. Дом один, а значит и тарифы должны быть у всех одинаковыми. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Не омрачать новогодние рождественские праздники отсутствием тепла и света. Призвал коммунальщиков премьер Владимир Гройсман. И в случае аварии оперативно их ликвидировать. На заседании антикризисного энергетического штаба профильные министры и руководители предприятий ТЭКа читались о том, что запасов угля и газа до конца топительного сезона достаточно, электричества тоже хватит. Глава правительства призвал энергетиков сделать все возможное, чтобы страна пережила зиму без эксцессов. Я бы просил, чтобы все на местах дали очень четкий сигнал. Бывший министр обороны Павел Лебедев объявлен в розыск. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос издания «Украинские новины». По последним данным, он скрывался в России. Напомню, Лебедева подозревают в причастности к разгону Майдана и участии в преступной организации вместе с Януковичем. Однако провести расследование заочно закон в его случае не позволяет, говорится в ответе ГПУ. Также в деле не предусмотрена конфискация имущества бывшего министра. Антимонопольный комитет оштрафовал на 3 миллиона гривен компании экс-министра экологии Николая Злачевского. Об этом говорится на сайте ведомства. Речь идет о фирмах «Бро Сити Инвестментс», «Инфокс» и «Резано Трейдинг». По данным комитета, эти структуры незаконно купили предприятие «Кубгаз», что нанесло ущерб государству. Напомню, самого экс-министра Злачевского подозревают в краже 1 миллиарда гривен из государственного бюджета. Аптечная афера. В Харькове сотрудники ГФС озаблачили руководителей фармацевтической компании, которые в налоговой отчетности занижали зарплату сотрудников. В результате чего в бюджет не дошло почти 2 миллиона гривен. Еще 6 аферисты сэкономили, не заплатив единый соцвзнос. В результате обысков изъяли 142 тысячи гривен и почти 4 тысячи долларов в печати, штампы и финансово-хозяйственную документацию. Следствие сейчас продолжается. Месяц без взяток. Такую акцию проводят пограничники на западных границах Украины. Они прикрепили к форме специальные значки и пообещали носить их до конца января. Вот только непонятно, снимут ли они потом вместе с этими значками и табу на взятки. Узнаем от Марины Коваль. Надпись желто-синими буквами на сине-желтом фоне. Круглые значки пограничники носят на форме так, чтобы их было видно. По задумке стражей кордона, значок это сигнал «Стоп» для тех, кто хочет дать взятку. Гордо заявляют, статистика Госпогранслужбы показала, ни один пограничник Щопского отряда взяток в этом году не брал. А вот нерадивые граждане 35 раз пытались охмурить их деньгами. В среднем это сумма от 100 до 200 гривен. Значки раздали пограничникам только на западных границах Украины. Мы поинтересовались, означает ли это, что в пунктах пропуска на севере, юге и востоке страны закрывают глаза на взяточничество. Туристи на акцию со спецзначком реагируют по-разному. И хотя статистика пограничников говорит о том, что никто из них и гривны коррупционной в руки не брал, В целом 2016-й для стражей кордона ознаменовался несколькими громкими скандалами. Весной из-за вырубки леса, зоне которую контролируют пограничники, это на границе со Словакией, вырубили деревья ценных пород на сотни тысяч евро. А две недели назад словацкая полиция разоблачила канал нелегальной миграции, организованный через пункт пропуска Ужгород-Вышний-Немецкий. Там пропускали беженцев по поддельным паспортам. Четверо сотрудников словацкой пограничной полиции задержаны. А вот причастны ли к нелегальному бизнесу украинские стражи границы, военная прокуратура до сих пор разбирается. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Покупку электроавто с нулевыми выбросами государство планирует стимулировать доплатами. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Амелян. По его словам, через 4 года в Украине количество электрических машин намерено довести до 15%. Для этого собираются отменить НДС и акцизный сбор на электромобили. Также при первой регистрации экоавто отменят сбор в пенсионный фонд. В сумме, по расчетам министерства, это сократит стоимость электромобилей более чем на 20%. Впрочем, точная дата этих нововведений пока неизвестна. Проезд на междугородних автобусах во Львовской области подорожает почти в два раза. Такой сюрприз жителям приготовили местные перевозчики. Когда ждать этих перемен и почему, узнаем у Галины Якушко. Неприятный сюрприз ожидают жители Львовской области сразу после новогодних праздников. Местные перевозчики сообщили, с 10 января они намерены поднять цены на приезд в общественном транспорте. Причем сразу на 40%. Новые расценки ведут на междугородних маршрутах. Тариф будет подниматься на примирских и межмирских маршрутах на один пассажир в километр. То есть, это будет 57 копеек, это будет 60 копеек. Но сегодняшний день предприятие должно все уточнить. Причин для такого непопулярного решения много, утверждают перевозчики. Во-первых, подорожали бензин и запчасти. Во-вторых, после нового года придется повышать минимальную зарплату. Кроме того, выяснилось, что принимая бюджет на 2017 год, Львовский облсовет не предусмотрел средства для компенсации за перевозку льготников. Власти, конечно, обещают решить вопрос в Кабмине. Однако маршрутчики опасаются, что денег не будет. Учитывая, что финансовая децентрализация подобные расходы перекладывает на местные бюджеты. Пассажиры, в свою очередь, непреклонны. Если и повышать стоимость проезда, то нужно улучшать и качество перевозок. На тему повышения тарифов в прямом смысле убегают. Их волнует лишь одно. В областной администрации уверяют, если расценки на проезд все же повысят, не посоветовавшись с потребителями, то перевозчиками будет заниматься финансовая инспекция, а затем и полиция. Эти тарифы должны быть экономически обґрунтованы и должны быть доведены к громады для возможности обговорения. Если громады не видят обґрунтования, мы будем обратиться, как это и предназначено, соответственно, к нашим повышениям, контролирующие правоохранительные органы. Последний раз цены на проезд в пригородном транспорте львовские перевозчики поднимали два года назад, на четверть. Галина Якушки, Юрий Голубенко, подробности телекнул Интер, Львов. Референдум об отделении Боснии от Герцеговины. Герцеговины хочет инициировать лидер боснийских сербов Миллард Додик. При этом он не уточнил никаких деталей относительно голосования, отметил только, что оно запланировано на начало следующего года. Додик не впервые грозит референдумом, он уже собирался его провести в феврале минувшего года, но под давлением США и Евросоюза все сорвалось. Мартин Шульц отказался участвовать в выборах канцлера Германии. Такой сюрприз, довольно популярный среди немцев, председатель Европарламента сделал в уходящем году. Чего ждать Украине от выборов в Европе, разбиралась наш брюссельский корреспондент Юлия Мендель. Берлин определяет политику в Европе. И за выборами канцлера следующей осенью будет следить весь мир. Более половины граждан Германии по-прежнему хотят видеть с главой правительства Ангелу Меркель. Это подтверждает сразу несколько последних соцопросов. Меркель собирается баллотироваться уже в четвертый раз. Серьезную конкуренцию до последнего ей составлял глава Европарламента Мартин Шульц. Но сегодня он отказался бороться за должность канцлера. Кто представит на выборах социал-демократов, партия объявит в конце января. В то же время все большей популярностью в стране пользуются ультраправые. После теракта в Берлине рейтинг националистической партии «Альтернатива для Германии» повторил исторический рекорд – 15,5%. Если они получат в парламенте Германии значительное количество голосов, а речь идет, например, вполне возможно о 10 или, может быть, даже 12%, это очень много, то эти идеи, они получат возможность быть оглашенными с парламентской трибуны. И в таком случае, конечно, позиция Ангела Меркель будет очень ослаблена. Такой вариант событий в Берлине Киеву не на руку. Германия – движущая сила в решении конфликта на Донбассе в рамках Минского соглашения. Своё влияние на Украину могут иметь и будущие президентские выборы во Франции, где не исключено – победят ультраправые. И здесь для Киева актуальны и решения конфликта на Донбассе, и евроинтеграционные запросы. Правда, французский посол в Украине Изабель Дюмон уверяет, что французские выборы никоим образом не повлияют на решение, к примеру, вопроса о безвизе для Украины. А эксперты говорят, если к власти придут ультраправые, это опасно для самого же ЕС. Если Липен станет президентом, она будет говорить о выходе Франции с ЕС. То есть речь идёт не просто о безвизе для Украины, речь идёт вообще о существовании Евросоюза. Это довольно страшно. Ещё одни европейские выборы в следующем году грозят приходом в к власти правых сил. В марте Нидерланды будут избирать парламент. Популярный политик, лидер правой партии «Свободы» Геет Вилдерс уже призывают провести референдум о выходе из Евросоюза. И именно правые силы сыграли не последнюю роль в том, чтобы в апреле этого года страна на референдуме проголосовала против ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. В целом, в следующий год европейской политике обещают быть нелёгким и во многом может определить новый вектор в отношениях с Украиной. Юлия Мендель, Вадим Сверидонов. Подробности Брюссельское бюро телеканала Интер. Сегодня в Польше простились с погибшим в Берлине водителем Лукашем Урбаном. Именно он стал первой жертвой террориста Аниса Амри, который похитил грузовик и направил его на толпу людей на рождественской ярмарке. На церемонии похорон побывал президент Польши Анжи Дуда. Тело погибшего предали земле в его родном посёлке Баны на западе страны. Тем временем в деле о теракте появились новые детали. Как продвигается расследование узнаем от Светланы Чернецкой. Немецкие спецслужбы не сумели рассмотреть угрозу в лице 24-летнего тунистского мигранта Аниса Амри. Оказалось, что за последний год он дал достаточно оснований, чтобы его личное дело семь раз попадало в объединённый антитеррористический центр в Берлине. Амри находился на учёте и региональных, и государственных служб. Спецагентам было известно, что он искал в интернете материалы по изготовлению бомб, пытался выйти на связь с террористической группировкой ИГИЛ и даже предлагал себя в качестве шахида. Дважды офицеры секретных служб обсуждали вопрос, не планирует ли Амри теракт, и оба раза беспечно отбрасывали такую возможность. Сейчас следствие фокусируется на поиске сообщников джихадистов. Вчера полиция задержала 40-летнего тунистца по подозрению в пособничестве. Его контакты нашли в телефоне Амри, но сегодня мужчину отпустили. Мы подозревали, что Амри отправил ему голосовое сообщение и фотографии сразу же после теракта. Но дальнейшее расследование показало, что этот человек не является возможным контактным лицом Амри. В то же время, по результатам расследования атаки, оказалось, что жертв могло быть намного больше, как в случае с аналогичным терактом в Ницце. Тогда из-за наезда грузовика погибли более 80 человек. Избежать более масштабных жертв в Берлине удалось лишь благодаря системе автоматического торможения, которой была оборудована фура. Эта система срабатывает еще до наезда на препятствие, самостоятельно включая тормоза. Поэтому грузовик и остановился в 80 метрах, а Амри пришлось бежать с места преступления. Раньше предполагали, что избежать больших жертв помог польский водитель-дальнобойщик, который якобы пытался вырвать руль у террориста. Но затем установили, что тунисец застрелил водителя еще до совершения теракта. Самого Амри убили в Милане через 4 дня после атаки. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Пропавший в Бразилии посол Греции. Найден мертвым тело Кириакоса Америдиса обнаружили в сгоревшем автомобиле на окраине Рио-де-Жанейро. Его искали несколько дней после того, как еще в понедельник с ним пропала связь. Полиция ведет расследование. Афины пока никак не комментируют это происшествие. Все продробности в сюжете. Вот та самая машина, в которой якобы было найдено тело посла Греции Кириакоса Америдиса. Автомобиль сгорел дотла. Причины возгорания, так же как и таинственное исчезновение дипломата, полиция Бразилии пока комментирует скудно. Версию о похищении посла, которую торпедирует пресса, правоохранительные органы не подтверждают. О том, что Америдис пропал без вести, сообщили вчера вечером. Последний раз его видели в понедельник. В тот же день связь с ним прервалась. В полицию обратилась жена Америдиса. По ее словам, бывало, он отлучался на день-два, но всегда был на связи. И в этот раз подозрение жены вызвал именно тот факт, что с ним невозможно было связаться. Он не отвечал на звонки. Посла искали несколько дней, но безрезультатно. Полиция обратилась за помощью к жителям пригорода Рио-де-Жанейро. Именно там дипломата видели в последний раз. Он якобы гостил у друзей своей жены-бразильянки, которые проживают в бедном неблагополучном районе. Семья Америдиса была в отчаянии. Мы не знаем, что делать из-за всех этих новостей по телевизору и в интернете. Мы собираем записи с камер наблюдения, которые могли зафиксировать события той ночи. А также опрашиваем людей на улице. Америдис занимал должность посла Греции в Бразилии с января нынешнего года. Он также работал генеральным консулом в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Анна Ильиных, Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Британский певец Джордж Майкл, который ушел из жизни 25 декабря, планировал в новом году усыновить ребенка. Если в прошлом Майкл отказывался от семейной жизни из-за плотного рабочего графика, то в последнее время это стало одним из его главных приоритетов. Певец мечтал стать отцом и создать настоящую семью. И в этом его поддерживал друг Элтон Джон, который вместе со своим партнером уже воспитывает двоих детей. С кем обручилась Ирина Уильямс? Как выглядит первый робот-гуманоид? И где ввели запрет на колдовство во время футбольных матчей? Об этом не только в нашем обзоре. Как накупить игрушек, если родители заблокировали айфон, знает шестилетняя девочка из США. Когда мать уснула, Эшлин прокралась к ней в спальню, аккуратно отсканировала ее палец и принялась выбирать себе подарки к Новому году. Всего заказала 13 покемонов и множество других игрушек на 250 долларов. Бета не подумала, что ее обокрали. Потом спросила свою малышку, знает ли она что-нибудь об этом. В ответ услышала, да, мамочка, я купила много игрушек. В Южной Корее первые шаги делает уникальный робот-гуманоид. Его главная особенность в том, что он пилотируется человеком, находящимся внутри. Высота робота почти 4 метра, вес 1,5 тонны. В будущем он должен работать в опасных условиях, в которых человек не сможет находиться без защиты. Внешний вид машины напоминает боевых пилотируемых роботов из фильма «Аватар». Данная модель создана разработчиком, который трудился над дизайном машин в фильмах «Робокоп» и «Терминатор». Четырехкратная олимпийская чемпионка и вторая ракетка мира «Сирена Уильямс» объявила о своей помолвке. Знаменитая теннисистка выйдет замуж за Алексиса Аганяна, основателя популярного новостного сайта. По признанию «Сирены» они познакомились в Риме. Именно там Алексис и попросил ее руки и сердца. Примечательно, что первой эту важную информацию опубликовала сама «Сирена» на сайте своего возлюбленного. Я очутилась за тем же столиком, за которым мы впервые познакомились. И он встал передо мной на колено. И я ответила «Да». Сделала меня самым счастливым человеком на земле. Подытожил Алексис. В Африке запретили использовать колдовство во время футбольных матчей. На одном из них в руандийской премьер-лиге форвард Муса Камара якобы заколдовал ворота соперников, а потом успешно забил в них гол. Все это зафиксировали камеры. Игрокам и болельщикам команды противника это совершенно не понравилось. После матча Федерации футбола Руанды приняли решение запретить подобные магические ритуалы. Теперь тренер команды или игроки, уличенные в колдовстве, будут дисквалифицированы на 4 матча и оштрафованы на 250 долларов США. В Шонбрунском зоопарке Австрии состоялся дебют маленьких пандочек-двойняшек. До этого их заботливая мама не спускала с них глаз и не отпускала ни на шаг. Эти милые детеныши Фу Фенг и Фу Бан – брат и сестра. Такие имена по китайской традиции им дали на сотый день после появления на свет. Кьюар-коды помогут найти пожилых людей, которые страдают из-за проблем с памятью. Бабушки и дедушки могут оказаться вдали от дома и не помнить при этом ни своего адреса, ни пути домой. В Японии предложили решение этой проблемы. Чтобы идентифицировать таких людей, быстро найти их родственников, сотрудникам экстренных служб достаточно просканировать водонепроницаемый небольшой квадратный стикер. Наклейки с QR-кодами будут размещаться на ногтях. Они не смываются водой и действуют в течение двух недель. После победы в быстрых шахматах украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по шахматах в Блице. Таким образом она защитила звание сильнейшей шахматистки в Блице, выиграв второй раз подряд чемпионат мира. По итогам 17 туров на счету спортсменки 13 баллов. Наша землячка одержала 10 побед, 6 партий завершила в ничью и потерпела лишь одно поражение. Уже в 14 туре Анна удержала единоличное лидерство и опередила россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно. На сегодня это все новости. Я как всегда желаю вам только хороших новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин